МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доступная медицина в микрорайоне по улице Богдана Хмельницкого открылась новая поликлиника. Руссо-туристам какие направления для отдыха выбирают чебоксарские туристы? Зеленый свет по мосту в Калинино возобновил из движения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жителям микрорайона улицы Богдана Хмельницкого больше не нужно ехать за медицинской помощью в соседние больницы или стоять в очереди в офисе врача общей практики. Сегодня здесь открылись сразу две поликлиники – детская и взрослая. В торжественном мероприятии принял участие глава Чувашии Михаил Игнацев. Раньше в этом четырехэтажном здании располагался учебный корпус сельскохозяйственной академии. Долгое время помещение пустовало, а с января здесь начались ремонтные работы. Теперь тут располагаются офисы врачей общей практики и педиатрическое отделение. Мы преобразовали практически в соответствующую поликлинику для того, чтобы своевременно оказывать качественные медицинские услуги в шаговой доступности жителям данного микрорайона. Здесь будет 8 терапевтических участков, которые будут обслуживать жители этого микрорайона, ну и 6 педиатрических участков, ну и в перспективе открытие стоматологические службы сей. Микрорайон Богданка запланирован один из самых красивых уголков нашего города. К взрослой поликлинике уже прикреплены около 8 тысяч жителей микрорайона. В будущем их количество вырастет до 40 тысяч. А детское отделение рассчитано на лечение более 10 тысяч малышей. Прежний офис врача общей практики по улице Богдана Хмельницкого с потоком пациентов уже не справлялся. В очереди мы по три часа стояли. Там и ремонта не было, и коридоры узкие были, ну и врачи постоянно менялись. Все, что будет лучше. Давайте. Пальчики держим. Три-четыре. О, отрежьте. В новой поликлинике открыты три участка врачей общей практики. Есть процедурный и диагностический кабинет, а также дневной стационар. Здесь же принимают и узкие специалисты. Пациенты какие вы в обращении? К кому вы обращаете? Терапевты? В основном к терапевту. Ну и спрашивают, конечно, чтобы специалисты были. В детском отделении также созданы все условия. Малышей микрорайона будут принимать шесть педиатров. Здесь уже появились первые пациенты. Вот мы сейчас находимся в физиолечении. А здесь очень нам нравится. Светло очень много. Для детишек много всего интересного. Есть игрушки. Мы довольны. На ремонт поликлиники было выделено более шести миллионов рублей. Медики отмечают в новых просторных помещениях и работать приятнее. В скором будущем растущий микрорайон получит весь необходимый комплекс медицинских услуг в шаговой доступности. Осенью здесь откроют десятый по счету филиал городской стоматологической больницы с детским и взрослым отделениями. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году Чуваша заняла шестое место. Это результат внедрения стандарта развития конкуренции в регионах России. Стандарт был внедрен в 2015 году. Он предполагает реализацию потенциала развития рынков на региональном и муниципальном уровнях. Точек роста экономики, повышения качества потребительского выбора, создания условий для конкуренции, снижения административных барьеров. Государственная дума шестого созыва завершила свою работу, но депутаты не отдыхают. Многие отправились в свои округа. Депутат от Чуваши Алена Аршинова встретилась с журналистами республиканских изданий и отчиталась о своей работе за 4 года. За 4 года Алене Аршиновой удалось внести 59 законопроектов. 14 из них касаются сферы образования. Например, благодаря законопроекту Аршиновой удалось упорядочить оплату детского сада. Теперь родители знают, за что платят они, а за что бюджет. Два года назад Алену Игоревну признали самым эффективным депутатом шестого созыва Государственной думы и поручили ей курировать партийный проект «Детские сады детям». В первую очередь, конечно, я отслеживаю госпрограмму развития образования, потому что для меня это профильная тема, потому что я являюсь заместителем председателя комитета по образованию. И, конечно, достаточно много денег у нас в рамках этого созыва мы предусматривали в бюджете именно на образование. Не давали сокращать расходы на образование, несмотря ни на какие кризисные явления. Поэтому, конечно, очень здорово, что нам удалось действительно отстоять все субсидии на детские сады. Чувашская республика получила из федерального бюджета более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. И действительно, при софинансировании этой программы у нас примерно 13 тысяч детей пошли именно в детские сады именно благодаря этой программе. Партийная программа «Детские сады детям» признана самой эффективной, но проблем еще много, и их нужно решать, особенно в школьном образовании. Я надеюсь, что еще масштабнее у нас станет программа по школам, потому что на школы мы по прогнозам рассчитываем вложить только федеральных денег больше 2,5 триллионов рублей. И это очень значительная сумма. Естественно, сейчас экономические условия несколько мешают, и старт в этой программе был несколько слабее. Построить новые школы и решить проблему трехсменки и двухсменки. Потому что, например, в Чувашии у нас есть вторая смена, и у нескольких школ есть риск перехода на третью смену. Чуваша уже вошла в программу по строительству новых школ. Условия – республика получает средства, когда учебное заведение будет достроено. У нас строятся две школы по этой программе в Комсомольском районе в деревне Альбус-Сюрбеево и в Чебоксарах на улице Гладково. Участвуют Чувашии в программе по ремонту и реконструкции сельских спортзалов. 72 уже отремонтированы, 24 будут в 2016 году. Малые города не в полной мере участвуют в этой программе. И это касается в том числе и стадионов. Поэтому я надеюсь, что нам удастся пересмотреть условия этой программы и действительно учесть. Потому что я когда ездила по районам, говорили, что вот у нас в селах построили, а вот нам в городе нет. Обычно раньше жаловались села, а теперь наоборот. Многие законопроекты, которые поддерживала или предлагала Алена Аршинова в Госдуме шестого созыва, были составлены на основе обращений. За четыре года таких поступило больше тысячи, как официальных, так и через социальные сети. Алена Аршинова заключила. Мое мнение складывается на основании мнения жителей Чувашии. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Сергей Адушкин. Республика. Сегодня в Красно-Читайский район прибыл министерский поезд в его составе специалистов республиканских министерств и ведомств. В ближайшее время они будут встречаться с жителями муниципалитетов, отвечать на их вопросы, принимать обращения. В правительстве надеются, что такая форма работы сделает диалог власти и общества еще более конструктивным. Сегодня у нас вот такой большой десант в рамках этих мероприятий. Сегодня приехали к вам узкие специалисты. Узких специалистов, таких как детский нефролог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, онкомомолог, в больницах не хватает, особенно в сельской местности. Чаще всего приходится ехать в столичные больницы, а это всегда отнимает много сил и нервов. К радости жителей Красночитайского района, сегодня специалисты республиканских медучреждений приехали к ним сами. К кардиологу мы записались, приехали, записались, попали в первую очередь, потому что очередь занимали первую, и очень хорошо принимали. А то надо было нам в Тебуксар ехать. В Тебуксар мы два-три раза ездили, очень тяжело, очень дорого, очень благодарна за то, что кардиолог приехали. Пришли мы сегодня на прием к нефрологу и к невропатологу. Мы хотим сказать большое спасибо за сегодняшний прием, потому что с двумя детьми в Тебуксарах в автобусе в жаркое время еще с работы отпрашиваться, когда не всегда было удобно. По словам врачей, это далеко не первое мероприятие. Сегодня погода располагает, а пациенты доброжелательные и приветливые. Отклонения от графика приема нет. На целый день у нас запись расписана. По нашему списку 10 человек, но сейчас еще в регистратуру подходят, записываются. Никому не отказываем. Подобные мероприятия необходимы, потому что не у каждого человека, проживающего в районе, есть возможность попасть к узкому специалисту у себя на месте. Следующей станцией министерского поезда была деревня Херлукасы. Здесь открылась дорога переходного типа. Это событие не омрачил даже дождь. Местные жители решили, что он к счастью. В открытии дороги принял участие и глава Чебоксар, председатель правления Совета муниципальных образований Чувашии Леонид Черкесов. Он приехал, чтобы обсудить с коллегами задачи, стоящие перед местным самоуправлением. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Доверяй, но проверяй. Сразу несколько чебоксарских пенсионеров стали жертвами мошенников. Представляясь работниками ЖЭКа, под предлогом замены труп, эти трое мужчин вынуждали пенсионеров установить фильтр для очистки воды, завышая его стоимость в 10-15 раз. В настоящее время в полицию уже обратились 17 потерпевших. Если вы или ваши знакомые пострадали от преступных действий этих мужчин, обращайтесь в отдел полиции по месту жительства. Ровно 175 лет назад проповедник Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене. Так звучал его главный принцип. Кук был признан изобретателем туризма, а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. В современном же мире развитие туризма – общий мировой тренд. За последние десятилетия туриндустрия развивалась семимильными шагами, но прошлый год подпортил статистику. Сначала Египет, потом Турция. Турпоток в Турцию упал до минимума за последние 10 лет. И досчитались в основном россиян. Стамбул, Анталья и другие турецкие города позитили на 54% меньше, чем в начале 2015 года. Добавили пессимизма и японцы, корейцы, итальянцы, греки, британцы и немцы. Еще мрачнее египетская статистика. В феврале 2016 года на Красном море и у пирамид побывали всего 346 тысяч гостей из других стран. Это почти вдвое меньше, чем год назад. Турпоток из России иссяк почти полностью. По сравнению с февралем 2015 года он снизился на 99%. И если сейчас с Египтом дела по-прежнему обстоят, мягко говоря, не очень, то с Турцией все изменилось. Владимир Путин отменил часть ограничений. Такая перемена стала возможна после официальных извинений за сбитый истребитель Су-24 и гибель пилота. Теперь у россиян есть возможность посетить бывшую Османскую империю уже этим летом, хотя пока желающих не так уж много. Спрос сейчас большой на Турцию, но как таковых броней пока что нет. Люди чуть-чуть побаиваются, прицениваются. Но с указа президента прошло не так уж много времени, поэтому я думаю, нужно выждать немножечко времени и туристы придут за путевками. На Анталийском и Игейском побережье все вполне спокойно. Я думаю, турецкое правительство сейчас сделает все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность для туристов. Мы советуем воздержаться от поездок в Стамбул, в столицу, в Анкару или на пограничные территории. Жители столицы Чувашии по-разному относятся к такому развитию событий. Я думаю, сегодня еще рановато туда ехать, поэтому надо подождать. А чего ждать? Сколько ждать? Ну, когда безопасность полностью будет обеспечена. Не думаю, что опасно, но как-то напряженная ситуация все-таки считают до сих пор. Но то, что открыли путь туда, я думаю, многих обрадует. Я бы рискнул, не знаю почему. Вот все равно бы в Турцию поехал. Я бы не поехала. Я думаю, вполне безопасно. Это просто политические отношения между этими двумя странами. Я думаю, там вполне безопасно, если выбирать определенные места. Сейчас операторы пользуются регулярными рейсами аэрофлота и турецкими авиалиниями. Формировать туры на чартерных рейсах компании не могут. Для этого необходимо получить разрешение Росавиации. А Росавиация, в свою очередь, должна получить гарантии безопасности перелетов от турецкой страны. Пока туры стоят на регулярных рейсах, их стоимость довольно высока. Но как только операторы получат возможность отправлять путешественников чартерами, цены должны снизиться. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Мусульмане всего мира отмечают сегодня один из самых значимых религиозных праздников у Роза-Байрам. Праздник разговения знаменует завершение поста в месяц Рамадан. Отмечается он традиционно три дня. У Роза-Байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования. В эти дни особенно ценятся добрые дела, забота о ближних и сострадание к нуждающимся. В праздник поощряется щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и родственникам. Исповедующий ислам навещает родственников и друзей, а также принимает гостей дома. В эти дни также принято просить друг у друга прощения и посещать могилы усопших близких. Но больше всего счастливый для всех мусульман день ассоциируется с детским смехом, семейными встречами и обменом праздничными угощениями. По мосту в поселке Калинина возобновилось движение. Торжественного открытия моста не было. Фотографии нового сооружения опубликовали пользователи форума за рулем. Напомню, что мост в Калинина должны были сдать осенью 2014 года, но строительство остановилось из-за смены подрядчика. Водителям приходилось ездить по временной дамбе, которую смывала паводком каждую весну. Новый подрядчик заявил, что мост будет готов в мае. Объект сдали в июле. Впрочем, все равно на месяц раньше контрактного срока. Совсем недавно в Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. Впереди новый этап. В 2018 году Россия встретит гостей чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что самих игр в Чебоксарах не будет, республика не останется в стороне. На базе наших стадионов будут тренироваться участники чемпионата. Стадионы «Спартак» и «Олимпийский» на несколько недель станут тренировочными площадками для иностранных сборных. По мировому стандарту такие спортивные базы должны иметь натуральный газон, устройство автополива, раздевалки площадью не менее 100 квадратных метров, а также помещения для проведения пресс-конференций. На реконструкцию стадиона «Спартак» в Чебоксарах будет выделено более 40 миллионов рублей из федерального бюджета и 11 миллионов из консолидированного бюджета Чувашской республики. Согласно утвержденному Минспортом России плану, в 2017 году федеральные субсидии будут выделены и на реконструкцию стадиона «Олимпийский». На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok